Музыка Значит, первое, что бы хотелось сказать, что на самом деле процесс перевода переходит от состояния искусства к состоянию производственного процесса. И начинается эта производственная цепочка, конечно, из заказчика, он человечек в синем костюме, от него, от него, первый, кто встречается с ним, менеджер бюро переводов. Переводчик появляется в технологическом процессе, связанный с менеджером проекта, либо непосредственно, либо в случае, если документы требуют какой-то дополнительной переработки, значит, они проходят еще через группу подготовки. Дальше, дальнейший участник процесса – это редактор, от него перевод уходит дальше снова к менеджеру, от него уходит к заказчику. И, в принципе, от того, насколько слаженно и эффективно работает вот этот вот цикл отношений бюро переводов, переводчик, редактор и так далее, зависит то, останется ли заказчик с улыбающимся лицом, или сразу после сдачи, или через месяц, или через два, менеджер бюро переводов встретится с ним, но уже совершенно в другом состоянии. Если говорить о качественном переводе, о качестве перевода, то я думаю, что первое, от чего зависит, это квалификация профессионализма исполнителя на каждом этапе, то есть каждого на своем месте. Но этого недостаточно, потому что должно быть еще понимание каждым исполнителям в специфике смежных этапов и всего процесса в целом. Ну и третье, это, конечно, системная организация работ. Изначально понятно, что пять страниц гладкого текста и пять страниц по количеству знаков презентации с точки зрения трудоемкости, затрат времени, интеллектуальных усилий – это разные вещи. Потом, такой момент, как проекты, которые состоят из большого количества файлов. Также существуют и ситуации, когда менеджер просто страхует себя от неожиданных ситуаций каких-то, да, и запас времени дает себе уже, или стремится быстрее освободить переводчика в преддверии каких-то будущих заказов, чтобы был он уже свободен. Так, по поводу редактор-переводчиков, сегодня много на эту тему говорили, так. Первый вопрос – согласование редакторских правок с переводчиком. Я считаю, что это вообще взаимная школа повышения квалификации на самом деле. Общение редактора с переводчиком, оно учит и переводчика, но оно также учит и редактора. Когда работает один переводчик, но над большим проектом, очень часто просят сдавать файлы по частям, так, и достаточно часто возникает потребность потом по ходу перевода в тех файлах, которые ты якобы уже сдал, что-то поправить. И тут плохо и с точки зрения того, что если этот файл уже конвертирован в исходный формат, значит тот параллельно с тобой должен заняться этим файлом тот, кто его конвертировал. Что человеку без знания языка тоже не всегда просто понять, что там, где именно нужно поправлять, да. Ну и в принципе, вот это множество красных стрелочек показывает о том, что у нас сильно, сильно такие ключевой фигуры является менеджер проекта, к нему все сходится. И сегодня там звучали разные критики, возражения против вебформ. Я считаю, что это правильное развитие направления, потому что оно, если правильно его доразвить дальше, оно позволит этот, вот эти красные стрелочки сделать параллельными, ну исключить их постоянное замыкание на менеджера и тем самым оптимизировать вообще процесс. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok